Вот, пожалуйста, проходим. Как пройти? Как пролезть через эти сугробы? Денис Башков пришел на городское кладбище навестить умерших родственников. Однако дойти к их могилам оказалось не так-то просто. Главные аллеи, куда может проехать техника, не очищены. Мужчина вынужден пробираться до мест захоронения по огромным сугробам. Знал бы, что столько снега будет, взял бы лопату. По словам Нижнекамца, раньше на старом городском кладбище такого беспорядка не было. Сейчас на многих могилах все еще лежат поваленные деревья и снег, который за всю зиму так никто и не убрал, уверен Денис. Вот конкретно вот эта тропинка, она бетонная. Каждый год ее несколько раз проходил трактор, чистил. Ну, примерно раз в месяц, может быть, снег убирал. Если бы чистил в этом году, были бы какие-то снежные отвалы, видны следы от того, что чистка проходила. В этом году, как видите, целина снежная. В субботу здесь я наблюдал, похороны проходили. И конкретно люди должны были сами своими руками прочищать дорожку, по которой мы прошли, добрались. Мужчина опасается за людей, которые случайно могут напороться на острую оградку, заваленную снегом. Не дай бог кто-то напорится, распорит ногу, руку. Смотрители городского кладбища, которые обязаны следить за территорией, заверяют, что главные аллеи спецтехника убирает. Говорят, за всю зиму снег чистили целых два раза. Когда у кого-то какие-то, скажем так, праздничные годины, все всегда обращаются. То есть мы всем всегда идем на уступки, почистить все кладбище до каждой могилы мы физически просто не в состоянии. Спустя неделю мы вновь посетили старое городское кладбище. Никаких изменений за это время не произошло. Снег по-прежнему остался не убран. Куда уходят деньги, выделенные на очистку территории, так и осталось для нижнекамцев тайной. Регина Шигапова, Максим Галимзянов. Новости Татарстана.